Игорь Жижикин Сегодня вышел американский боевик, который называется «Последний бросок», где вы исполнили одну из главных ролей. Расскажите немножко об этом фильме. Уф, ну, что рассказать? Ну, хорошее кино, героическое, я скажу, потому что это основано на реальных событиях. Это был такой, в Югославии был такой какой-то небольшой кусочек, я не знаю, где реально там, откуда происходили наркотики. Я не знаю, как это назвать. Золотой треугольник. Да, балканский треугольник какой-то. И вот на этих событиях, ну, как бы основался этот фильм. Мы снимали тоже на Балканах где-то, в Болгарии, да? В Болгарии, да. Мы снимали, студия «Баяна» называется, замечательная, прекрасная студия. Причем у меня второй подряд прям там, я первый фильм там снял с Джеральтом Баттлером. И подряд у меня прям сейчас вот с нашими замечательными, дорогими российскими актерами, и с Равшаной Курковой, и с Ваней Макаревичем, и с Гошей Кусенко. И мы просто, к такой счастью, было приятно вместе сниматься. Игорь, а на ваш взгляд, вот сам жанр боевик актуален по сей день? Нет. Нет? Нет. Не актуален? С этого места поподробнее чуть-чуть. Ну, не актуален. Мне кажется, это уже чуть-чуть зашкаливает. Потому что слишком мы, извиняюсь за выражение, задолбали боевиками наших российских... Зрителей. Зрителей, да, к сожалению. А почему нигде, кроме Голливуда, не умеют снимать боевики? Вот, ну, ни в Европе, ни в Гонконге, ни... Вот, Южная Корея и Голливуд. Это вопрос денег или это вопрос каких-то традиций? Во что это упирается? Почему там классные всегда вот эти фильмы с элементом экшена? А у нас не получается. Честно? Честно, конечно. Рассчитываю на это. Вот прям честно. Прям честно-честно, да. Ну, вопрос денег раз. Так. Самый главный вопрос денег. Да, абсолютно. Ну, и второй вопрос. Ну, наверное, он все-таки политизирован. Как мы не хотим об этом говорить, но это вот так вот. Ну, а вот в последней работе, о которой мы говорим, там есть политические какие-то нюансы? Конечно, есть. Они есть, да, но они просто к нам никак не относятся. Они относятся, там, к Албании, да, о том, о чем мы снимали. Да, конечно, есть. Это политическая такая... Они поэтому и снимали это. Потому что это такая политическая работа, и они хотели там для себя какую-то выгоду сделать. Понятно это все абсолютно. Ну, для нас это не особо интересно, а для них да. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, почему вот в Голливуде русских ассоциируют, я не знаю, наших актеров, дают им роли каких-то бандитов? Откуда это? И почему по сей день это так? Ох, я устал от этих вопросов таких. Хорошо, стойте секунду. В Голливуде, да, оценивают там русских. А у нас, подождите, а мы что, приглашаем голливудских актеров и делаем из них звезд здесь каких-то? Где? Ну, скажите, ну, покажите мне хоть один фильм, где мы пригласили какого-то там, я не знаю, Клин Иствуда или еще кого-то и сделали из него звезду. Ну, конечно, нет. У нас есть свои звезды, свои актеры, свои там «Крепкие орешки», свои там Арнольда Швастнеггера. Ну, конечно, нет. О чем вы говорите? И у них то же самое. А зачем? А зачем брать русского и делать из него звезду? Конечно, нет. Но, что интересно, что раз нас приглашают играть антагонистов таких сложных, серьезных, бандитов, уважают, это серьезно, это значит, ни поляков, ни чехов, ни, там, я не знаю, ни болгар русских, значит, что? Значит, мы крутые, значит, мы... А бояться или уже нет? Вот. Бояться по-прежнему? Ну, нет, я не знаю, как бояться, нет, но, блин, мы крутые, понимаете? Вот и все. Поэтому, а насчет бояться, не знаю. Да, конечно, бояться. Но вы зачастую играете с таких негативных персонажей. Да нет, я хороших тоже играю. Хотели бы сыграть вот кого-то такого неординарного, вот, я не знаю, для себя? И кого, если хотели, кого хотели бы сыграть? Какого персонажа? Ну, я не знаю, если честно, у меня такого нету, чтобы я прямо кого-то хотел сыграть. Я, когда читаю сценарий, я просто понимаю для себя, что интересен мне он или нет, вот и все. А кого, не знаю. Конечно, Гамлета хотел бы сыграть, но, понимаете, ну... Ну, я так понимаю, что, когда Спилберг пригласил вас, то вы не знали, о какой ленте вообще речь? Никто не знал. Из всех людей, которые были на кастинге, никто не знал, кто кого будет играть. Да. Это часто такая практика, когда сценарий не дают? Часто. Часто. И сейчас вот буквально я вот делаю пробы, там на какие-то проекты американские записываю, и никто не говорит, какой это проект, Марвел там или там Клиныст, вот или кто... Никто тебе ничего не говорит. Просто тебе там раз, пробы, они такие засекреченные, как бы, считаются. Ну, чем вот так актерская школа в Голливуде считается сильнее, чем наша? Да ничем. Я не думаю, что сильнее. Я думаю, просто, знаете, что у нас театральная школа самая крутая, самая крутая. Тут даже к гадалке не ходи. А у них как раз актерская. Потому что у нас учат играть, а у них учат жить. Жить ролью. Вживаться, скорее, да, в образ. Жить. Как хотите это воспринимаете, вживаться, что угодно, жить. Мне вот Бандерас рассказывал, что он уже стал думать на английском. Кто? Бандерас, Антонио Бандерас. Что он же испанец, а вот за время, которое он там в Голливуде провел, он уже переключился, и даже сны ему сняться на английском. А как у Жижикина с этим делом? Кстати, я на эту тему тоже думал. У меня бывает, что, ну, у меня все-таки две жены американки были. Да. И у меня тоже такое бывает, что я вот, у меня снится сон, и я этот сон на английском для себя, ну, вот прям вот по-английски, по-английскими словами там все ощущаю и чувствую, и проговариваю. А потом раз, просыпаюсь и думаю, гитрёный корень. То есть совершенно в другом социуме нахожусь. Но, вот да, у меня такое тоже было, кстати. Но ведь язык, на котором говоришь и думаешь, он же, как пишут и говорят, он во многом определяет вообще менталитет. Жижикин стал американцем наполовину или нет? Или он остается русским? Игорь Жижикин, он русский или он человек мира? Я русский. Русский человек мира? Я русский человек мира. Послушайте, я счастлив там, где я нужен. И это очень важная вещь. Да, вот я, вот, ну, как-то, вот, даже пример, знаете, я 16 лет прожил в Лас-Вегасе. Да. 16 лет. Помним. И я считал, что этот город самый крутой, самый хороший, прям офигенный. А потом, когда я там стал не нужен и уехал, я закончил актерскую школу и уехал в Лос-Анджелес, и я понял, что Лос-Анджелес самый крутой город, да. А потом, когда я пожил в Лос-Анджелесе, приехал обратно в Москву, и здесь моя сестра, мама там все, я понял, что Москва мой самый родной город, и его там ближе нет ничего. Поэтому ты нужен, где ты нужен, понимаете? Я не знаю, как это там так объяснить, но вот так вот происходит. Ну, для вас важно сыграть в фильме мировой значимости, или все-таки для вас важнее вот ваша постоянная занятость? Хитрый вопрос. Ну, конечно, Оскара хочется получить. Ну что вы, ну о чем вы? Ну, слушайте, мы же понимаем, ну, как бы, что мы можем, и что мы делаем, и как мы это делаем, и насколько это реально или нет. Ну вот, вот так вот. Это нереально, по крайней мере, сейчас. Про Оскара мы заговорили, мы обсуждали немножечко до начала эфирмы, последнюю работу Мартина Скорцезе, ирландец. Ну так, это уходящая вообще натура и уходящий жанр, то, что делает Скорцезе? Вот эти длинные трехчасовые какие-то гангстерские истории? Ага, смотря о чем мы говорим. Мы говорим о уходящая натура для кого? Для зрителя. А вы понимаете, что зритель разный? Совершенно разный. У нас здесь и там. Ну там, я так, насколько понимаю, там только подростки ходят в кино. Нет? Нет? Я не знаю, поэтому и интересуюсь. Откуда это такая, Женя такая? Нет? Нет, абсолютно нет. Слушай, ну поэтому культура чуть другая. Это да. Чуть-чуть другая. И она у нас тоже изменилась, кстати говоря. У нас раньше была культура кино более богача такая. Вот мы, кинематограф для нас был, я вспоминаю свое детство. Блин, я ходил там в какие-то клубы, кинотеатры, там, на какие-то фильмы. А сейчас это чуть такое стало. Поспокойнее, хорошо, ну ладно, кино вышло новое. Ты посмотрел? Нет, пока схожу попозже. Как-то раньше такого не было. Раньше вышел фильм, и ты все. А, блин. Должного посмотреть, срочно рвешься. Сейчас чуть другое. Ну, такая вот я... А к вопросу о культуре. Вот все эти веяния последних лет, наверное, скажем, вот этот хэштег мету, я тоже вот все эти вот харассменты, после сексуальные скандалы, они до нас докатятся? У нас тоже так же будет, как и в Америке. Сексуальные скандалы? Ну, конечно. Там же сериалы целые снимают про это. А ничего, что они у нас есть, и про них никто не говорит? Вот я и говорю, что вот... Будет у нас тоже как бы вот это обсуждать? Не будет. Не будет? Почему? Это вопрос культуры или вопрос традиции? Вопрос чего это? Ух, у нас такая передача интересная. Это вопрос всего. Культуры, традиции. Вопрос того, что у нас это неприемлемо. Неприемлемо говорить об этом? Да. Да. Ну, а там-то накрыть может. Я же помню нашу беседу там шестилетней давности, и рассказ о том, что одна работа была как раз в Лас-Вегасе, это соски, выходящим танцовщицам льдом протирать. Сейчас же любая из этих 250 танцовщиц может подать иск к Жижикину. Нет? Не может. Не может. Потому что нет такого иска, не за что, ну, как бы, не за что подавать. Нет такого иска, понимаете? Вот разница. Я не хочу просто углубляться, но есть вот у нас, к сожалению. Ну, то есть Харви Байнштейну досталось за дело, вы считаете? То есть это не на ровном месте все. Он получил то, что должен был получить? Вот как я хочу? Пытаться понять позицию человека, который знает голливудский инсайт, который вот видит оттуда. Я не думаю, потому что это все происходит сплошь и рядом в Голливуде. По-прежнему? Конечно, абсолютно по-прежнему все это происходит. Поэтому я думаю, это просто человек попал, ну, под какую-то мясорубку, которая, ну, не знаю, под мясорубку. У нас невозможно, наверное, это, да, Жень? Я не знаю. У нас невозможно? У нас невозможно. Нет, у нас невозможно такой скандал, чтобы... Надо такой скандал раздуть и вообще говорить об этом. Мне кажется, это не подхватит пока, во всяком случае. Может быть, мы просто отстающие, может быть, мы отстаем в этом смысле. Не знаю, надо ли догонять Америку вот именно в этом аспекте. У нас ни один скандал не подхватывает. Вы так с грустью это сказали, а сейчас... Да, я боюсь уже внедряться. Ну, вот, к сожалению. Оскар был упомянут. А там есть политические моменты, что-то могут не дать или дать награду, исходя из... Конечно, конечно. Это всегда, да. Политические моменты, они везде есть, абсолютно везде. Слушайте, в спорте, там, я не знаю, в кинематографе, где угодно, абсолютно везде есть политические моменты, и их правильные люди могут правильно использовать. Вот и все, абсолютно везде. Я прошел через это уже сто раз, и понимаю, как, да. Я, насколько могу что-то перепутать, но мне кажется, что была речь о том, что бренды, да, первые жену звали, нет? Как... Ничего себе, даже я не помню, да. Ну, а ты, которая официантка была из Лос-Вегаса. Да, да. Она же потом, когда ее бывший появился там на билбордах, на всех, пыталась же как-то возобновить отношения. Я скажу больше, я возобновил отношения со всеми своими бывшими там, да. То есть клуб такой. Ну, да, можно так сказать, и они мне там пишут что-то. Я такой человек, что я неконфликтный, абсолютно неконфликтный. И вот, да, я со всеми как-то нахожусь в каких-то гармоничных отношениях и общаюсь. Да, не люблю конфликтовать. Я не конфликтный человек, сказал, артист, который на съемочной площадке просто дал Клинт Туист воду по лицу. Жиссер. Это как-то не совмещается с... Да, причем Клинт мне сказал, ты что, девочка, что ли? Я говорю, в смысле? Что ты меня не можешь там нормально тряхануть? Я говорю, могу, так сделай это. Я его как швырнул на 10 метров. И тогда он говорит, о, нормально, молодец. А приходилось, ну, помимо сломанной Харрисоном Фордом челюсти, вообще получать по лицу на съемочной площадке? Случайной или намеренной? Слушайте, ну, вот, допустим, Стивен Сигал, хороший мой товарищ. Мы с ним очень дружим и много лет там и все. Но я понимаю его проблему, что он себя остановить не может. Он, если он с тобой работает, он тебе может сломать там челюсть, голову, шею, там, все, что угодно. Потому что он реально не может себя, вот он, вот если он в работе, все. Я когда с ним работаю, я с ним сделал 4 картины там с Сигалом. И я всегда говорю, так, стоп, стоп, дай-ка я, у меня дублер. Он говорит, да, да, хорошо, да, давай мы с тобой вот так вот повозимся, вот так чуть-чуть, ну, на крупняк, там, на камеру. А дальше вот дублеры будут. Я говорю, все, давай. И вот я так делаю, потому что я понимаю, что этот человек реально тебе может там шею свернуть. Кстати, Игорь, вот о цирке. Если ваша бы жизнь сложилась иначе, вы не поехали бы в Америку, скажем, остались бы в Москве, вот как вы себе представляете? Вы бы тоже играли в кино или все-таки может быть? Нет, я бы был бы тренером, потому что я закончил институт физкультуры. Или, ну, мне очень близки творческие профессии. Я бы был бы дизайнером, я обожаю просто… Дизайнером чего? Интерьер. Интерьера. Да, интерьеров, там, обставлять квартиры, что-то делать, обожаю просто то, что у меня такое творчество. Или фотографом, вот все. Вот это мои такие профессии, которые я… То есть мы так фотографиями занимаемся, сейчас фотографируем? Да, абсолютно, да. А где выставка? Почему нет выставки? К сожалению, нету, это пока все для внутреннего пользования. Мы можем организовать, зачем же для внутреннего пользования. Я вопрос, Лейл и так понял, что есть ли вообще случай в жизни, потому что если бы Лоуренс тогда не нашел бы Жижикина под столом на какой-то репетиции… Был бы другой Лоуренс, если бы тогда это… Есть случай… Слушай, а знаешь, еще более смешная была история, когда я первый день приехал в Лос-Анджелес, из Лас-Вегаса, первый день. И зашел в магазин, и за мной какая-то тетя ходит, 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 ходит. Это какой же год был? 92-й что-то такое совсем. И потом ко мне подходит и говорит, я думаю, больная, что она прям вот так вот ходит за мной и смотрит. И мне говорит, можно я вас сфотографирую? Я говорю, зачем? Она говорит, ну, пожалуйста, можно? Я говорю, ну, давайте. И вот она меня сфоткала на полироид. Помните такие? Да, 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 были такие. Сфоткал. И после этого я стал лицом этого самого бренда мужского… А вот это увлечение фотографией. Я думал, что увлечение фотографией могло пойти после знаменитой свадьбы в Красном, когда вы с Наташей во всем Красном снимались. И приехал какой-то очень известный фотограф из Нью-Йорка специально снимать. Была же такая история? Да, да, была такая история. После этого началось увлечение фотографией? Или нет? Я думаю, да, кстати говоря, да. Ты прав, Жень. Я думаю, да. Вот после этого… Ну, что, другие будут зарабатывать на фотографии? Сам, сам. Да, и Игорь с Наташей, когда он… Ну, и сам уже скажу. Я скажу больше. Знаешь, когда началось? У меня был день рождения, а мы снимали «Индиана Джонс» кино. Стивен Спилбург снимал все. И у меня был день рождения 8 октября. А мы заканчивали, по-моему, 10 октября. И мне Спилбург подарил фотоаппарат. А, вот. Да. Вот она. Просто. И он мне принес. А я ходил за его фотографом. У него фотограф там, который все фотографирует. И я все время за ним ходил и смотрел, как он это делает, что он делает, все. И он заметил это, Спилбург. И он мне на день рождения 8 октября подарил фотоаппарат. В то время он стоил… Это какой же год-то? 2007-й, по-моему. Он стоил 10 тысяч долларов. И он мне Спилбург принес этот фотоаппарат и подарил на съемках. И говорит, Игорь, я заметил, что ты ходишь там за нашим этим самым фотографом. И я говорю, да. В цирке ведь там, у них же установка у них. У нас нету звезд. У нас все одинаковые. Правильно? Ну, все-таки. А в кино там можно обрести, вот реально и обретен звездный статус. То есть человек-звезда. Он сам по себе ценен вне контекста команды этих сеток. Жень, знаешь, вот, допустим, в Голливуде, чем человек круче, тем он приземленнее. Тем… Я вот все время удивлялся там с Анжелиной Джоли, там, то есть у меня хорошие отношения там. Да, я вот сейчас перебью. Я тоже слышал, что ей по лицу досталось, Джижекин. Это слухи? Это досталось, да. Досталось, да? Так. Извини, извини, что перебил. Это досталось, да. Ну, Джонни Депп, там, ну, вот такие люди, которые, казалось бы, настолько крутые. На самом деле, чем он круче, тем он там настолько приземленнее как-то. Но это только в Голливуде, а у нас это не работает? У нас нет, наверное. Понятно? Не всегда. Ушел этот ответ. Не всегда, да. Слушай, я когда снимался в Индиана Джонс, мне сказали, ты будешь сниматься с Кейт Бланшетт. И я такой, кто это такая в интернете? Да ладно. Ее нашел, да. Я не знал до этого. Кейт Бланшетт, ну, ладно. Нашел в интернете, думаю, ну, что это, фигня какая-то. И за время съемок я в нее влюбился. Прямо по-настоящему. Реально влюбился, прям по-настоящему. И когда Спилбург нас пригласил на фестиваль в Канна, мы прилетели, и я там, конечно, так прилично выпил, и говорю, Катя, я тебя люблю. По-русски? Да. И она говорит, Игорь, я тебя тоже. Я говорю, Катя, ты не поняла, я тебя правда люблю. Она говорит, Игорь, где ж ты был? У меня уже третий ребенок, я сейчас беременна. Понимаешь, ну вот. А снимать тебе приходилось? Мы про фотографии говорили или нет? Нет, нет. Я думаю, что наша следующая встреча, надеюсь, будет какой новостной повод. Фотовыставка Игоря Жижикина. Я за это дело возьмусь. Спасибо огромное. И я возьмусь. Спасибо вам, что пришли. Спасибо большое. До встречи.